Самобытные, аутентичные ремесла, такие как изготовление изделий ручного ткачества, национальных музыкальных инструментов, пряжи, а также кузнечное дело вошли в список видов ремесленной деятельности. Их утвердили документально, указом президента Республики Беларусь 21 августа 2024 года. Для тех, чей вид деятельности не попал в список, расстраиваться и закрывать свое дело рано. Талантливый мастер сможет продолжать радовать своим творчеством, но уже в качестве самостоятельной профессиональной деятельности. Сюда можно отнести на пример изготовления мыла, свечей, а также свадебных аксессуаров. В зависимости от режима налогообложения осуществление ремесленной деятельности будет возможно при уплате налога на профдоход либо ремесленного сбора. В случае выбора физическим лицом уплату ремесленного сбора физическому лицу необходимо обратиться в местные исполнительные органы. Основания для принятия местными органами решения об уплате физическим лицом ремесленного сбора следующие. Это наличие статуса народного мастера, либо членство в Белорусском союзе мастеров народного творчества, работа в должности мастера народных промысел, ремесел, получение пенсии по возрасту или за выслугу лет, а также инвалидность первой либо второй группы, проживание в малонаселенном пункте – это до 50 человек. Условия для того, чтобы стать плательщиком налога, на профессиональный доход максимально просты. Установить приложение, которое так и называется налог на профессиональный доход на свой телефон или компьютер. И через это приложение проинформировать налоговый орган. Удобно, быстро и даже ходить никуда не нужно. Введен запрет на использование в ремесленной деятельности промышленных машин и оборудования. При этом ремесленникам предоставлена возможность сбыта изделий на арендуемых площадях, в торговых и иных объектах, торговых центрах, в интернете, а также через юридические лица и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым договорам. Кроме того, утверждены формы заявления о принятии решения о применении сбора за осуществление ремесленной деятельности и уведомления об его прекращении в добровольном порядке.